Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали смс с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику, не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали смс из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным. Не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию.